Дорогие друзья, всем привет! Это канал в гостях у Аннушки. Сегодня я приготовлю вот такое красивое и интересное печенье. Приготовить такое печенье несложно, состав продуктов очень простой. Давайте начнем готовить. В дежу миксера отправляю 200 грамм сливочного масла, масло у меня размягченное, добавляю 170 грамм сахара. Это вот такой неполный стакан, стакан у меня на 200 грамм. Обязательно добавляю немножко соли и начинаю все взбивать до однородности. Когда масло немножко посветлело, добавляю по одному яйца. Снова хорошо все перемешаю до однородности и только после этого добавляю второе яйцо. Взбиваю масло с яйцами примерно 3-4 минутки, чтобы масса стала пышная. Муку обязательно просеиваю и начинаю добавлять в миску. Делаю густое тесто. Как только тесто собралось вот в такой вот комочек, переношу его на стол. Тесто еще липкое и самое время его сейчас разделить на 3 части. Я делю тесто на глаз, если хотите, для точности можно воспользоваться весами. Один кусочек теста я оставляю светлым, подпыляю просто мукой и делаю тесто, чтобы оно было мягким и не липким. Вот таким вот должно получиться тесто, оно достаточно мягкое и при этом не липкое. Готовый шарик теста обязательно обворачиваю пищевой пленкой или убираю в пакет. Беру второй кусочек теста и добавляю какао вместо муки. Аккуратно вмешивайте тесто в какао, чтобы не получилось так, как у меня. Когда хорошо тесто перемешалось с какао, подсыпаю мукой, чтобы тесто не липло к рукам. И делаю точно такое же мягкое, не липкое тесто. Вот такой вот комочек получается, его тоже убираю под пленку. В общем, у меня ушло 400 г муки, у вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Остался третий кусочек теста, его буду вымешивать только с добавлением какао. Готовое тесто убираю в холодильник на минут 15-20. Прошло время, теперь каждый кусочек теста раскатываю на пергаменте. Тесто раскатываю очень тоненько в ровный круг. Тесто вы можете раскатать на силиконовом коврике, если у вас нет пергамента. Теперь при помощи стаканчика небольшого размера вырезаю кружочки. Теперь беру по одному кусочку теста, выкладываю друг на друга с небольшим нахлёстом, заворачиваю, разрезаю посередине и получаются вот такие розочки. В кружочке теста можно менять местами и получаются разные розочки. Остатки теста я собираю и можно пофантазировать и сделать из него печенье другой формы. Печенье убираю в хорошо разогретую духовку на 180 градусов и выпекаю 15-20 минут. Вот такое получается красивое шоколадное песочное печенье. Оно очень вкусное и ароматное. Надеюсь, вам понравилась такая идея приготовления песочного печенья. Удивляйте родных, близких. Спасибо, что были со мной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая идея приготовления печенья. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч, друзья!